Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних соревнованиях, впечатления об участниках. Ну, сегодня было два соревнования. Сегодня был большой приз сначала, а затем мы судили средний один. А еще были и юноши. Но юноши я сегодня не судил, ничего сказать о них не могу, потому что я не все смотрел. Я то приходил, то уходил. Большой приз я судил. Порадовало. Было сегодня несколько всадников за 70% накатавших. То есть большой приз, в общем, произвел хорошее впечатление. А мы в кулуарах слышали от спортсменов, что вас называют строгим судьей. Как вы к этому относитесь? Ну уж какой есть, что ж поделаешь. Ну, сегодня я старался не быть самым строгим судьей. Потому что часто на соревнованиях, действительно, я в расстановке мест все нормально, а немного ниже у меня оценки бывает. Я с этим борюсь. Скажите еще несколько слов, пожалуйста, вообще в целом о соревнованиях, которые удавалось судить. Ну, мне судить приходилось из крупных соревнований. Мне приходилось пятизвездочные турниры судить в Германии. Мне приходилось чемпионат мира для молодых лошадей судить. Два раза чемпионат Европы для юношей и юниоров. Последний раз в этом году в Компьене, да. И до этого в Компьене я еще один турнир судил в этом году. Ну, много где приходилось судить. А если вспомнить организацию, например, турнира в Компьене, ну, такой вот европейский, красивый, хороший турнир, и сравнить его с текущим турниром, что можете сказать с точки зрения организации, если сравнить? С точки зрения организации к этому турниру у меня никаких претензий нет. Потому что все очень точно по времени. Все, выпуск всадников, организация награждения. Здесь все абсолютно четко сделано. Здесь организация хорошая. В Компьене организация была отличная, я бы мог сказать, потому что там все было. Ну, это большие соревнования. Представьте, какое там финансирование, какие там силы привлечены. И здесь гораздо меньшие возможности, но здесь очень хорошая организация. В Компьене я даже не ожидал. Я бывал на очень многих соревнованиях, на Олимпиадах, на чемпионатах мира несколько раз, на чемпионатах Европы. И даже на таких крупных соревнованиях не всегда бывает очень хорошая организация. Но в Компьене было все замечательно. И здесь тоже очень хорошо. А вы знаете, одним из новшеств этого турнира является онлайн-трансляция. Проводит ее команда Хорстаймс и ресурс хорстаймс.ру. Как вы относитесь вообще к подобным новшествам? И помогут ли они вообще спортсменам развиваться? Ну, это, по-моему, очень здорово, что идет онлайн-трансляция. Это, в первую очередь, привлекает людей, привлекает внимание. Нам очень не хватает публикаций, особенно телевизионных, по поводу конного спорта. У нас довольно мало времени выделяется вообще на конный спорт. Ну, показывают международные соревнования, часто, где наши спортсмены вообще не выступают. А соревнования, где выступают наши спортсмены, которые происходят в Беларуси, на Украине, в России, очень мало прессы, очень мало телевидения вообще практически нет. Это здесь дыра у нас. Если вы за это дело взялись, честь вам и хвала. Надеемся, что это хоть как-то позволит улучшить качество езды. Вот, кстати говоря, и говоря о качестве, судьи некоторые отмечают, что, в частности, Питер Холлер говорил о том, что необходимо подтягивать не технические навыки нашим спортсменам, а именно качество и такую некую эстетику езды. Что можете сказать по этому поводу? Ну, я с ним, безусловно, согласен. Но качество технического исполнения тоже большинству спортсменов нужно подтягивать. Вот сегодня мы сейчас отсудили этот приз. У нас всего три спортсмена за 70. Это мало из 23 человек. И большая группа спортсменов где-то в районе 63 и ниже, до там 49 даже доходила. То есть с техникой работать нужно еще очень много, большинству спортсменов. Но само представление как шоу, как эстетическое шоу, это чрезвычайно важно в выездке, потому что это настолько же спорт, насколько искусство. Это у нас еще в этом плане большая работа впереди.